Давненько я не здоровался в таком формате. Всем привет, с вами X-Genium, и сегодня я хочу поиграть в Бенди. Вопрос, какого хрена я хочу поиграть в Бенди? Ну, во-первых, первая мысль, которая у меня сейчас есть в голове, нам всем нужно поностальгировать о тех временах, когда все было беззаботно и спокойно. Во-вторых, прошло пять лет с момента выхода игры. Это относительно довольно знаковое событие, потому что вообще эта игра мне дала... Как бы я ее одно время не ненавидел, но она мне дала очень многое. Как минимум 1200 подписчиков пришли именно с нее прохождением, летсплеем, всяким смешным моментом, песням, самая немаловажная песням. Ну и вот такое вот, это не прохождение, это не какой-то там, что-то там, сюжет или что. Просто заходим, просто играем, что как бы хочется. Просто, так сказать, летсплейчик просто сел на коленках, записал и сделал, потому что я сейчас, что-то как-то мне парится, о чем-то не хочется вообще. Думаю, вам тоже ни о чем не хочется париться. Компромисс найден. Ну что ж, начать играть. Перезаписать сохранение. Они не работали никогда, в смысле? Ладно, давай. Уже прошла вся жизнь, как мы работали над парфелемами вместе. 30 лет реально пролетели мимо. Разве не так? Если ты будешь еще в городе, загляни в наш старый... В наш старый офис. У меня есть кое-что тебе показать. Твой лучший приятель Джо и Дрю. Окей. Это такие письмо Генри. То есть нам. Кто, если что, не в курсе, это, короче, игра такая, типа, инди-хоррор игра. Она относительно очень, как бы, популярная была. Как бы, я это говорю для тех подписчиков, которые пришли именно на кавера. Как бы, один из бустов канала именно вот эта игра мне дала. Реально. Окей. Сначала нам нужно что-то... Ааа, господи, какой тут ужасный русский язык сделанный. Ааа, как это сложно читать. Ну, ладно. Мне лень ставить модификации на улучшение. В общем, что я хотел сказать. Как бы, эта игра дала мне очень хороший буст в свое время. И это... Стоит как-то хотя бы отдать дань уважения этому. Однако, я канал создавал, в общем-то, не с целью снимать инди-хоррор игры. ФНАФ, я вообще хз, чё такое на то время. Я создавал канал ради GTA. Да. Теперь вы знаете правду. Да хотя, чё, блин, ее знать. Откройте просто историю, как бы, роликов, что я делал. И посмотрите, там, вначале сплошная GTA-шка. Ну, сначала у меня не было нормального, там, компьютера. Ну, PlayStation сначала появился. Как появился PlayStation, я начал клепать GTA. Я, в общем-то, не понимаю даже, как я к каверам пришел. Просто, как бы, лет с 12 я посиживал в FL Studio. Вот как-то так началось, да. Чё-то это не прохождение Бензи, а какая-то история моего канала. И, в общем, ладно. Давайте сконцентрируемся больше на прохождении. Выключить, включи. Я не смог прочитать чё-то. Выколо. Йо. Чить. Чернильну. Йо. Машину. Подсказка. Найти электростанции. Йо. Я не помню, чтобы тут было вообще... Какая электростанция? Это что ли Байдау тут, где палка падает? А, окей. Блин, я вам испортил этот, как его, джампскейр. Бляха-муха. Ладно. Это вот это? Так это... Все это время была электростанция. Починить чернильную машину. Да ты собака. А, нет. Вот, ты собака. Окей. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Э, ладно. Суп. Привет. Книга есть. А, здрасте. А, че, да? А, вуууу. Помню, как свои пять пальцев. Ёпты. Хорошо, это все? А, окей. Что интересно, на одном мониторе игра выглядит желтой, а на другом красной. Это странно. Че, врубаем? Инк flowing somehow. А, не-не-не-не-не-не-не. Теперь, да, я понял, куда идти. Нужно идти туда, где был этот... Шестерня, не шестер... А, нет. Там была... Игрушечка. Да. Точно. Здравствуйте. Окей. Чернильный душ. Течет гавна. Господи, это лучше вырезы. Нахер шутки какие-то тупые. А. Заколочен, да? Нет. Нет. А, стоп, я что-то... А, да, точно, главный этот рычаг не потянул. Я сейчас сначала удивился, думаю, в смысле, там можно пройти? Что? Я сломал игру? Готово. Ну да, понимаю. Вроде даже убегать особо не надо. Феллоу. Больно. Ой. Я испугался черниль... Что за... Я реально сейчас испугался. Что? В смысле, а что звук-то лагает? Э, звук, не лагай. Что, звук, а карты не вывозит это, что ли? Дейнджер, кейп аут. Окей, что, а где перевод? Я, я ж не знаю. Watch a step. Ха-ха. Кринжи навалило. Кринжи навалило. О, топор. Ес, ес. Ес, ес. Люблю рубить дрова. Могла бы быть шутка про одноклассниц, но... Ээээ... За такие шутки... Cancel culture. Чему я так отвлеченно комментирую? Моя голова, что произошло. Ты ебанулся, дорогой мой друг. Ей, респавница, молодец. А смогу ли я выбрать сразу пятую главу? Я б хотел. Я не хочу проходить, блин, четвертую и... Третью. Третью особенно. Четвертую, в принципе, можно, но третью... Ааа, не. Не, запитать ворота. Тогда, может быть, я могу открыть. Что? Во. Ну, они очень облегчили уже больно поиск. Раньше, вот, помню, было очень интересно, когда вот тут можно было кнопку найти, или вообще где-нибудь тут за доской. Это вот было... Вот это были времена. А... Я знаю, что здесь нужно нажать рычаг. Все. Все, давай. Давай. Давай, нападай. Нападай, собака. Давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ой, сука! Я сейчас... Вот сейчас я дернулся. Я дернулся. Окей. Игра все-таки сделана добро, наверное, в этом плане. Да. Нормально. Вспомнить бы, что где находится. Ну-ка, давай послушаю эту аудиозапись. Ключи реально надо найти в мусорке, да? Нету. Еще тут на углу есть мусорка. Окей, наверху. Па-да-да-дау. Па-да-да-дау. Да-да-да-да-да-да-да-да-дау. А где ключи-то, еб... Я же знаю тебя, ну. Ага. Ого-го. Этого я не помню. Ни один шар не загнал. Вот собака. Ну тут нема. Тут сто процентов нет. А, во-во-во-во-во. Тут ключи. Последняя надежда, блин. Ну я мусорки как бы-то все облутал. Еще там есть, что ли? Да, серьезно? Вау! Капец. Оно только в этой локации делается. Оно оно как, а? Ладно, кладовка. Скрипка, пианино, банджо-пианино. Скрипка, пианино, 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 скрипка, п Так вот, спасибо. Поток. О, туалет. Нормас. Странно, что туалет в складовке. Ва-а-а! Где вы? А, окей. А-а-а! Спавниться прямо у морды, это, конечно, да, это круто. Привет, пока. Привет, пока. Иди сюда. Привет, пока. Привет, пока. Все? Ну да, ну все. Ну да. Теперь нужно идти в тот подвал. А-а-а! Я вспомнил, да? Они же расширили тут, считай, местность. Во-о-о! Вот это да. Окей. Нет вентиля, куда же он делся? А-а-а! Отдычай, спи... Вот это тут собака. Вот эта штука держала мой вентиль. Так, ну ничего, ща... ща разбьемся. А, поднять, поднять, поднять. Поднять и поднять, простить. Окей. Сгоняем его отсюда. Да ты... Я б тебя так зарубил. Так, иди отсюда. Извините, что я не могу сделать это. Не знаю, но... У... Скажешь, шляп... Простите. Надо избавляться от мата. Надо избавляться от мата. Надо избавляться от мата. Кстати, одним временем... Так, между нами, так сказать, друзьями... Был такой мем. Ну, короче, когда я только начинал, там, в году 16-ом... Мой канал был, типа, без мата, и, типа, когда я матерился, ну, там, разговорили, что они такие... Как же так? Канал без мата? Ты что? Как так можно? Позорище. Ну, что ты... Меня тогда с этого триггерило, но, в принципе, это весело. А что делать-то? Я забыл. Я повернул рычаг. А-а-а, вспомнил. Надо обратно сюда идти и дверь открыть. Там не будут идти чернила, то есть я смогу войти туда. И там что-то тоже повертей покрутить. Немножко все равно течь есть, но это ерунда. Пойти по лестнице. Только не выйдет. Потому что... У нас кувородой? Я не помню, что там было у него. А, нет, еще хуже, совок, блин. Нифига, он нас связал. Ля, блин, вот этот... Как его? Короче, нехороший человек. Перемотка! Что мне не будет перемотать? Я эту бутылочку воды с залпом просто выпил. Сейчас я ее уничтожу! Все. В мусор! Не шипи на меня! Все. Ой, все. Ладно. А, точно. Да ты... А я бежать-то могу хоть? Почему такой кулдаун долгий? Да ты... Все. Вылез... Ты вылез. На. Ты вылез. Да ты... А, никто не вылезет. Точно. Можно было сразу вообще сюда идти. Так-то я как помню. Бенди нарисован был. А, да. Э, топор, блин. А я пройти не могу. Ладно. Нормально. Побежали, побежали, побежали. Пошел нахер. Пошел. Пошел нахер. Сейчас обойти здесь. Уп-уп-уп-уп-уп-уп-уп. Ага. Хорош. 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 Чуть-чуть. Два шага. Два шага. Два шага. Ши-ш. Нормально. Это Борис. Я какой здоровый. Третью голову я не хочу. Она хорошая. Но вот эти вот... Когда Алиса зовет метнуться кабанчиком туда-то сделать, то это... Я не хочу это проходить. Я не буду это проходить. Начать. Сейв. Выбор главу. Пятый заплакирован. Четвертый. Третий открыто. Вторая открыто. Первый. То есть мне надо проходить третью главу. Не хочу. Тону. Тону я. Тону я. Все. Нормально. Я вспомнил о том, что у меня есть своя игра. Банадская игра про Бенди, которую я делал. И, блин, по ней записывали зарубежные чуваки. Ё-моё. Это было весело. Да. Учитывая, как я ее сделал буквально... Ну, не знаю. Там столько всяких ошибок. Когда я запускаю ее в редакторе, там ошибок сыпет просто миллиард. Но она работает. Она работает. И, ну, смотрится, кстати, не так уж и плохо, как, в принципе... Ну, да. Нормально. Нормально смотрится. Учитывая, что все, как бы, я сам вот это сковырял. Склепал. Что? Я ее ни разу не проходил на своем канале. Самое время. Спустя. Я ее делал в восемнадцатом году. Значит. Или девятнадцатом, слушайте. В восемнадцатом, по-моему. Значит, спустя четыре... Четыре года. Спустя четыре года самое время ее обозреть. Оборзеть. А, ну да. Или три. Ну, три-четыре года, в общем. Как-то так. Поехали. Значит-то... Это начало игры. Да. Капец, как напоминает. Здравствуйте. Студия очень похожа, но планировка не та. Скажем так, это... Возможно, это была другая ветвь студии. Кто знает? Почему бы и нет? Тут у нас игрушка Бенли, которая заливает чернила. Если сюда зайти, то вполне себе так это... За этим водопадом спокойно. Здорово. Не знаю, кто играл знает или нет, но сюда можно зайти. И тут, короче, разработчик игры Митли. Но он собака, блин. Он удалил, короче, эту игру с одного сайта с фанатскими, как бы, играми. В принципе, там, типа, в нафсе заливали игры. И у него там был такой, типа, свод правил. Если вы делаете, типа, полностью с нуля игру, относительно в плане ассетов и прочего, то можете делать ее спокойно. Ну, так, собственно, я и сделал все ассеты сам. А он ее все равно забанил. То есть, как бы, не смотрели просто с копом. А, игра по Бенди. Надо за... Окей. А, да. Да, точно. Надо Бориса расковырять. Точно. Я так и знал, что тут такая штука есть. Я ее разработал. Yes. Yes. Сюда. Здесь у нас игрушка Бориса. Режем ее. Кстати, из-за теней ни хрена не видно. Надо их вырубить. Ambient Occlusion. Окей. Во! Так лучше. Так все виднее. И графика стала более плоской. Но чернил, конечно, просачивающийся. Это тогда я просто прям... Вау! Как я сделал. Ууу. Не понял, а где те... А, я тени реально все вырубил или что? Почему тени нет? А тут есть. Ладно. Странно. Окей. Пора открывать ворота. Ну, в принципе, очень похоже на саму игру Бенди. Как минимум первую главу. Ничем, как бы, и так сказать, не хуже. Разве что лагает. Потому что нет оптимизации. У меня сейчас тут нормально так кадров, но... Просто потому, что у меня сейчас компьютер. Это капец. Если запустить на каком-то ноутбуке, это будет одичевать в этом моменте. Окей. Надо поискать жрачку. Это типа кафе, если что. А это типа кухня, если что. Да, просто один вход. Но при этом нету, как бы, как видите, здесь никакого окна выдачи. То есть... Иди и готовь сам. Что-то в этом роде, да? Окей. Капец, заперли. Куча надписей на стенах. Профити это клево. Да хватит жрать! Я хочу на кнопку... А, стоп, рано. Рано на кнопку нажимать. Кнопочки еще недоступны. Как быстро ворота открылись. Ну, кстати, скорость открывания ворот очень зависит от фреймрейта. Она к этому чисто привязана. Потому что с каждым кадром оно поднимается на определенную, как бы, ступень. А, точно, рано, рано. Ой, теперь пора. Наладьте пять, так сказать, усилителей музыкальных. Эммм. Наладить, бахнув по ним, блин, кочергой. Нормально? Нет? На Е нажать? Че надо-то, блин? Я забыл. Че, не работает? Капец, я словил баг. Его не было такого жесткого. Я помню, был баг, когда оно засчитывало одно нажатие за два. Иногда. И, короче, я нажимал на окно кнопку, а оно нажималось будто на две. Короче, число становилось неправильным, и оно не работало. Во, сработало. Тут вода? А, я забыл. Я тут типа чернилами же залил пол. Так, окей. Воу-воу-воу! А, это стул. Я испугался. Стули пугают больше, чем все, что угодно. Во! На какую? На кнопку мыши, кажется, просто надо тыкать. Что тебе сделать-то? А, на Е все... Нет, оно работает на Е, я вспомнил. Так, три сделаны, еще две таких есть. Всего пять. Вот если что, третий глава Бенди, это, по сути, то же самое, что я делаю сейчас. Только разбито где-то по четырем этажам. И таких заданий тоже где-то четыре штуки. То есть ты запаришься бегать по этому зданию и искать все это. Уж так себе развлечение, как для меня. Так, на Е? На какую кнопку-то? Запрыгнуть так. Е! Все, готово. Вот такая вот доза ностальгии, как бы. О, привет. Привет, нотка. Если что, это не маркер. Некоторые такие, о, это маркер. Нет, это, это гроб. Нет, это нота. Чемки, это нота. Это точнее две ноты. Типа черная и белая. Из пианино. Так, окей. Уф какой. Ля какой. Я тебе сейчас... Ладно, не вышло. А, это был всего лишь сон. О, господи. О, как хорошо. Можно посмотреть на улицу в окно. Небо сильно синего цвета. Это реально? Такое бывает? Жалюзи черных. Ста модные, мне нравятся. Всего лишь два стола в студии. А, не-не-не, я же точно, да, вспомнил. И игра заканчивается тупо черным экраном, потому что зачем выводить титры? Типа... Ее делал один человек. Нормально. Все такие на этом моменте... Это все? Это конец игры? Это что? Экран черный. Такие сидят пару минут. Да, это конец игры. Окей. Ладно. Собственно, на этом все.